Доброе утро! Вот и новый день настал. Кстати, вы помните о том, что конкурс уже заканчивается совсем скоро. Вот здесь выскочит аннотация, так что кто еще не участвует, обязательно примите участие, потому что мне уже самой так интересно, кто же победит, и очень хочется уже собрать эту посылку и отправить. Мы специально заранее это все не покупали, чтобы не испортилось. До 1 августа времени-то сколько должно пройти? Да, мы очень хотим, то есть это все будет сниматься, вы вместе с нами узнаете результаты. В общем, сейчас мы с Максимом выезжаем в турфирму, которая находится недалеко от нас, так как мы вчера не купили билеты в аквапарк, мы поедем туда, где мы брали путевку, когда ездили еще с мамой Максима. Посмотрим, сколько цены у них будут. На улице духота ужасная просто. А после этого мы собрались поехать в Макро, купить продуктов, так как мы уже закупались, наверное, во многих больших таких, ну в смысле везде, где только можно было, но в Макро мы были очень давно, и как прилетели еще в этой поездке мы там не были. Мы подошли к тому агентству, мужчины не было на месте, и я своим босоножкам радовалась тоже недолго. Я говорю, смотрите, у меня была мозоль, и мне пришлось купить пластырь с Angry Birds'ами. Короче, с Angry Birds'ами. Вот, в общем, сейчас... Я еще не знаю, каким образом, но мы доедем до Макро, обратно мы планируем поехать на такси. Ну и что вы думаете? Ехали мы с полной уверенностью, что мы едем в Макро, причем ехали в сторону Харбора. Максим говорит, там есть. Я говорю, хорошо. Смотрите, где мы? Мы возле Бикси. Я затупила. Он говорит, поехали туда, поехали туда. Я говорю, там Бикси, Бикси, Бикси. Он, короче, вышел, говорит, ну вот он Макро, и говорит, это Бикси. Он такой, ааа, точно, сразу начал, я перепутал. Специально не хотел в Макро ехать. Да я затупил. Ладно, пойдем по Бикси, может быть, тут что-нибудь возьмем. Он, в принципе, это самый, да, большой Бикси? Вот. Мы еще с вами здесь не были, но он большой. Он больше того, в котором я была. Здесь... Продукты не продаются. Нам наверх надо ехать, вон он, эскалатор. Короче, вот так как-то получилось, что мы вместо Макро взялись Бикси. Я обожаю такие эскалаторы. Я еще в Китае их полюбила. Вот, давай еще. Так, оп, и все. Пойдем, пойдем. Нет, здесь как-то тяжко. Ну, смотрим, прикольно. Короче, как в аэропорту только под... А, ну, в аэропорту в Бангкоке тоже есть, в Саварном Куме. Вот такая вот штука есть. Здесь, оказывается, такой большой торговый центр. Везде скидки. Мы сейчас нашли подушечки эмоджи. Кто знает, такие как смайлы. Ну, что-то они очень дорого стоят. Вон он, тот именно фудкор, где еда продается. Максим сказал, что сейчас мы походим по этажу, посмотрим. И только потом уже, чтобы домой потом собраться и поехать, мы... О, смотрите! У меня сломалась босоножка. А, отлетел винтик, прикинь? Капец! Ну, я как всегда сейчас удачный человек. Может быть, вон он он? Нет, это слишком большое. Я даже не заметила, как у меня сломалась босоножка. Ну вот, только мне так может везти. Купила. Ну, мы уже не найдем. Мы не найдем. Пойдем. Ладно, что. Буду я теперь с поломанным босоножком. Будем дома что-то думать. Максим у нас уже взял корзину. Корзину с фруктами. Вы все прошлись по этажу. Ничего такого интересного особо не нашли. Но здесь какие-то скидки. И нам надо подумать, что нам нужно. Ну, походим. Да, походим. Короче, Максим, как обычно, начал с техники. Техника, это у нас больная тема. Я вчера списывалась с хозяйкой нашей квартиры. Да, и объяснила, что у нас холодильник очень маленький. Нам нужен, ну, побольше. Она сказала, что без проблем. Но с учетом того, что вы... Эта сумма пойдет в последние месяцы платы. Мы не знаем. Потому что я не знаю, что будет завтра. И стоит ли, то есть, все это платы. Вот такого бы холодильника нам больше, чем хватило бы. Ну, как идти дальше? Ой, вот такой холодильник классненький. Вот этот четкий, он не стучит. Вот как у нас дома. Примагничивается сам. Потому что в нашем холодильнике даже мясо нормально не положишь. Оно либо перемораживает, либо не домораживает. Все пропадает. И места очень мало. И, короче, нам очень нужен холодильник. Все, мы вышли из техники. Здесь у нас товары для дома. Какие-то ящички. Я бы нам корзину взяла бы для белья. А вон 79 бат. Гигантская корзина для белья. Надо будет походить, посмотреть. В общем, я думаю, что обзоры... Ну, вот мебель я здесь не ожидала увидеть. Смотрите, в принципе, цены на мебель. Всякие тумбочки. А нам они так нужны у нас. Практически некуда ставить какие-то вещи. У нас есть одна тумба. Хотя мы любим минимализм. Но все равно. А там целая постельная рай. В общем, блин, ну это очень круто. Прям очень круто. Там часики разные. В России, мне кажется, это все намного дороже стоит. Может быть, у меня уже сложилось такое впечатление, что мы в батах постоянно все смотрим. А может быть, действительно дешевле. Я даже не знаю. Ох, какой большой торговый центр. Вон Макс гоняет у нас на тележке. Очень тяжело. И не едет. Мы уже... Сколько мы здесь пробыли, мы даже не знаем. Но на улице, кажется, уже темнеет. И накупили вот столько продуктов. В общей сложности на 2 200, да, где-то. Все, мы закупились. Вот, едем в Туке. Смотрите, сколько у нас. Как продукты лежат. Короче, мы не очень довольны этим Бикси. Потому что здесь... Ну, у нас цены не устроили. Такси вышло аж 300 бат до дома. Хотя с ТС Калутасом мы за 200 ездили всегда. 150-200. 150-200 бат, да. Поэтому я думаю, что мы больше в этот Бикси экстра не поедем. Ну, как бы есть интересные магазины. Мы еще заходили в этот для дома. Но... Блин, подвинься, пожалуйста. Тут у меня вот эта штука. Ой, жопы. Здорово. В общем... А, кстати, вот это его парковка. Это, в принципе, все здание Бикси. Но здесь есть еще... Парковка больше, чем магазина. Да нет, здесь и для дома мы смотрели тоже есть. То есть вот он. Мы его сейчас объезжаем. А, вот еще. Ну, большой магазин. Парковки больше, чем в магазинах. Ну, мы так устали. И мы не знаем, сколько времени мы не брали с собой телефоны. Но я зато себе купила очень крутую майку с пиццами. И она стоила 149 бат. Это клево. А Максиму купили, да, крутые шорты для аквапарка. Поэтому сейчас мы приедем домой. Я думаю, что мы съездим, купим все-таки билеты в аквапарк. И уже начнем. Я буду кушать, готовить. Потом, я не знаю, сегодня хочу съездить к Диане. Она заболела, надо ей будет привезти лекарства. Потом буду монтировать видео. Вот он, этот Бикси. Ну, вы его уже видели. Мы как-то с Максимом проходили, да, мимо него? Я думаю, будет видно. Тут вот красненький Бикси Экстра. А вон там он, Харбор. Максим что-то сказал, что там очень красиво. Я не вижу. Я не вижу закат. Но я верю, что там очень красиво. Вот, смотри через стиху. Вот сейчас увидишь. Давай. Вау! Все, мы дома. Ну, а как вам, по вашему мнению, стоит ли нам выкладывать видео каждый день? Или, может быть, все-таки стоит выкладывать через день? Напишите свое мнение в комментариях. Будет очень интересно почитать. Ну, а мы приступаем к распаковке пакетов. У нас самый большой пакет. Это набор туалетной бумаги. Она стоила 100 бат, по-моему. 99 бат за много рулонов. 24, что ли. Ну, мне кажется, что это очень круто. Мы купили печеньки, макароны, масло. Нормальный батон. Такой. Болку. Потом. Что мы тут взяли еще? Это нам вот так вот заклеили пакеты, чтобы, когда мы заходили повторно в Big C, чтобы они... Ну, что мы здесь купили, уже подтверждала это. Здесь у нас... А, у нас вот еще, кстати, у них сейчас акция. Тоже дают... При выходе дают вот такие наклеечки с ножами. И можно вот выиграть тоже всякие разные штучки. В общем, здесь сейчас акция. Так, это у нас для полов. Это мы Максиму взяли вот такие шорты летние. Ну, это наплавательные именно. Мне кажется, они очень крутые, такие яркие. Вот. А я себе взяла вот такую майку с пиццей. Очень крутая майка. Мне очень понравилась. Я ее, правда, еще не мерила. Она стоила 249, а я ее за 144 купила. Вот. В общем, всякого для дома. Вот еще у нас пакеты стоят. Будем разбирать. Будем готовить, кушать. Как всегда. Субтитры сделал DimaTorzok